Так вот, советская власть рассматривала религию как орган буржуазной реакции, который служил, согласно марксистско-ленинской идее, в защите эксплуатации одурманивал рабочий класс. Поэтому принимаемые советской властью меры были направлены в первую очередь на лишение церкви и ее служителей каких бы то ни было прав в новом строящемся обществе. Первым же декретом новая власть изымала монастырские земли и церковного ведения. В своем обращении к рабочим солдатам и крестьянам от 26 октября 1917 года Второй Всероссийский съезд Советов объявлял, что он берет власть в свои руки и среди первых обещаний провозглашает готовность обеспечить безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжении крестьянских комитетов. Это же положение было на следующий день закреплено декретом о земле, по которому помещи и имения, равно как и все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волосных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов. Дальнейшие законодательные инициативы в области религии последовательно лишали церковь и ее представителей гражданских и юридических прав. И, собственно, последовательность принимаемых законов почти в точности совпадает с тем, что было в Парижской коммуне, о чем сейчас говорила Зная Петровна. По датам я, конечно, не буду это приводить, но в общих чертах выглядело так. Так, был введен запрет на введение дела воспитания и образования. Отобрана функция регистрации браков рождения и смерти, которая передавалась местным властям. При этом нарушение декретов о присвоении функции государственной власти рассматривалось как контроляционное действие и могло подавляться всеми имеющимися в распоряжении советской власти средствами в ходе до применения вооруженной силы. Лишение имущества сопровождалось прекращением какой-либо поддержки государственной содержания церкви и священнослужителей и возложения этих расходов на коллектив верующих. Все эти позиции в январе 2018 года были окончательно закреплены декретом об отделении церкви от государства и школы от церкви, по которому церковно-религиозное общество лишалось права владения собственностью, право юридического лица, а все имущество объявлялось народным достоянием и переходило в непосредственное заведование местных советов, в том числе здания духовных, учебных заведений, а также церковно-приходских школ. Вот согласно инструкции о проведении в жизни этого декрета, устанавливало, что необходимо было предоставить местный совет инвентарную опись церковного имущества в трех экземплярах и подписывался договор, соглашение с теми жителями местными, двадцатки, которые обязывались его взять. Так вот, согласно договору, нельзя было допускать следующего. В церкви, политических собраний враждебных советской власти, раздачи или продажи книг, брошюры, листовок о послании, которые были бы направлены против советской власти, произнесение проповедей речей враждебных советской власти и совершение набатных тревог для созыва населения в центре возбуждения его против советской власти. Впоследствии именно эти пункты стали основанием для ареста духовенства и прищта. 10 июля 1918 года Пятый Всероссийский съезд советов принимает конституцию, первую конституцию РСФСР, которая провозгласила диктатуру городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной всероссийской советской власти. Вопросы религиозной политики рассматривались несколькими статьями и касались вопросов положения церкви в республике и избирательных прав ее представителей. Статья 13 устанавливала, что в целях обеспечения затрудняющимися действительно свободы совести церковь отделяется от государства и школы от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами. Что касается гражданства и гражданских прав духовенства в Советской Республике, то последние ими наделены не были. Дело в том, что Конституция устанавливала, Российская Республика и свободное социалистическое общество всех трудящихся России, где труд признавался обязанностью всех граждан Республики. Вот в Государственном архиве Российской Федерации находится фонд Министерства юстиции, где в том числе хранятся документы 8-го отдела, который занимался религиозными вопросами. И здесь сохранился ответ на запрос группы верующих из Ярославской губернии, которые обратились в Овцык с жалобой о том, что у местного священника отобрана лошадь на военной надобности. Так вот, верующим разъяснялось, что согласно Конституции рабоче-христианское государство, гражданин, извлекающий средства к жизни непроизводственным трудом, например, служению пульту, не может рассматриваться как элемент трудовой, то есть он не является трудящимся. А таковым трудовым элементом служитель пульта может сделаться, только отказавшись от всяких доходов за пульс и существуя от труда общественно-полезного. Далее, согласно статье 23 Конституции РСФСР, отдельные лица и отдельные группы лишались прав, которыми они пользовались якобы в ущерб интересам социалистической революции. А в статье 64 и 65 были обозначены группы населения, наделанные лишенные избирательных прав. Так вот, к категории лиц, которые не избираются, не могут быть избранными, были отнесены в том числе монахи, духовные служители церквей и религиозных пультов. И заканчивая свое выступление, хочу сказать, что декреты, принятые в 17-18 годах, заложили основы государственной религиозной политики, направленные на лишение Русской Православной Церкви как имущественных, так и юридических прав, и по существу заложили правовые основы гонений на Русскую Православную Церковь, которые продолжались вплоть до изменений в 1991 году конституционного строя в России. Спасибо.